всем рок меня зовут александр и добро пожаловать обратно в red dead redemption 2 и друзья как вы помните в прошлый раз мы вернули сына джона марстона и все начали это дело отмечать собственно отметить есть чего как бы воссоединение так сказать нашей банды возвращение ребенка это все-таки небольшой праздник вот давайте посмотрим как тут дела идут кто-то уже спать ушел а кто-то сидит у костра ну сыграешь не хочет играть а нет а а Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, хорош Я предлагаю лечь спать тогда Можно, конечно, выпить Ого Ничего себе Ничего себе Все в даче со своей женщиной ругаются Я думал, у них все прям Гладко Живут душа в душу Все дела Я предлагаю бахнуть бутылочку пива И отправиться спать Потому что у нас Планов много Один очень хороший человек Ну, к тебе девушка Хотела подкатить А ты ее отшил практически Артур, Артур Ну, а, боже мой Так вот Один очень хороший человек Сделал очень странную вещь И прямо на почту мне написал Где нам найти маньяка Вот Поэтому нам нужно Хорошенько выспаться И отправиться на его поиски Так, а где наша палатка? Я что-то не вижу А, мы же не в палатке живем Мы же В нормальном доме С крышей над головой, друзья Пойдемте Так, где наша комната? На втором или на первом? Похоже, что на первом все-таки Да, так и есть темно, конечно, очень О Оу Извини Извини Я ошибся комнатой Все-таки это не наша комната, видать Комната Хозеи Значит, нам на второй Блин, не очень круто Ну, в том плане, что Мне на первом было бы уютнее немного Так, стоям бы Ну, письмо Что за письмо? Стихотворение Молли Интересненько Кому хочется Узнать, что там написано Почитайте на паузе, друзья Так Дорогие сигареты возьмем Нам карточки нужны Так Жемчужины красоты Давайте посмотрим Ничего себе Действительно красивая женщина Так, подожди А где наша комната? На первом все-таки, значит? Ну Я в комнату дачи ворвался Пампак Да, выходит, мы на первом? Или нет? Вот там вот, наверное Точно, точно, точно Ох, блин А че так грязно-то? Че не убрались у меня? Ну, камон Давайте быстрое перемещение, кстати, заценим Как оно вообще работает Мы им не пользовались ни разу А, ну тут просто выбор мест Куда мы можем отправиться, да? Давайте с утра попробуем Один разочек, так сказать Вот Валентайн здесь есть Нам как раз-таки туда Но сперва нужно выспиться Естественно Так, возьмем патрончики Хорошо Патроны нам не помешают Замечательно Стрелы у нас все есть Хорошо Зажигательные смеси Так, побриться нам надо, нет? Да нет, вроде Так, норм Ну что ж Ложимся спать Тогда До утра Три часа как раз-таки Что ж, доброе утро, господа Вам пришло письмо Ого Че за письмо? Не, а письмо-то мне можно посмотреть? Вот оно Я его вижу На столе лежит Ну, что за Как нам его взять-то? Во-во-во Тихо Есть Моя любимая Артур Я надеюсь, эта литра Finds вас хорошо Я хочу Спасибо за вашу помощь С Джейми Он и папа Все равно Аргумен Но Я понимаю, что Джейми Возвращаясь 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 Я верю Вы спасли С его жизнь И мы Все Редактор О, Артур Я сделала Такую Мессу Возвращая 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 Why can I not Change And be the Woman I Want to be? Why couldn't You change And be a man And put down All those Fantasies That shroud Your judgment? Life is Very confusing And I see Now that I Am not Very good At it I'm afraid We've got Ourselves Into another Mess It's not My fault But I Need your Help I'm staying At the Hotel Grand In Saint-Denis Oh, Артур I know It is wrong To ask you But I have Nobody else And for what We once Had together I beg of you Even though I am Hushen To do so Yours Mary Mhmm Mhmm Naja Bivše Опять Вляпалась В какие-то Неприятности Друзья Ну Поможем Ей Наверное Чё Нет Но сперва Давайте Наконец От Ищем Маньяка Валентайн Погнали Мэм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем дело? 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 Ля ninety곱 пакетила, старик! Что? Я не знаю. Пожалуйста, этот гриб нестабильный. Он нужен силен. Я сделаю свое здоровье. Сотколько она свидетельствует, что я делаю это в поддрежье. О, вы ребята так мягкие. Стрелите, сэр! Можете их застрелить, нахрен, а? Вот оно идет! Теперь я стою на одной ноге! Мне тоже! Ты продолжаешь стрелять, сэр! И в этот раз ты убил гриб! Он полностью измерил из свапсов... Эллен! Слышь, благород, сэр! Стрелите! Ура! Ты угрожай! Стрелите, сэр! Моя ботта и его мозг, если пожалуйста. Стрелите, сэр! Стрелите! Стрелите, сэр! Стрелите, сэр! Стрелите, сэр! Стрелите, сэр! Стрелите, сэр! Здесь сяр! Да? да идиоты что снег взять там дамочки стоят вы посмотрите не будь мы так заняты я бы к ним поднялся так ладно как у вас там стройка закончилась уже да действительно смотрите ты охренел что зацените потихонечку все меняется помните сначала не балки поднимали по 2 этажа даже не было здесь что-то завалено было теперь вот уже доделывают крышу прикольно так ладник давайте найдем логово нашего этого самого насколько я понял нам вот посудой возможно я ошибаюсь но вроде как туда поехали так молодой человек пропустите кстати а давайте в конюшню заскочим там видите что-то цифра 2 какая-то на мини карте может там что-то интересное появилось покупка лошадей рысак венгерская но это нам все не надо сброю услуги снаряжение седла давайте седло новое купим а чё нет да кота мне нравится естественно улучшенная так седлами разобрались сидельные сумки можно перекрасить но не получится потому что нет цвета подходящего так ого посмотрите кстати скорость истощение уменьшается то есть какие стремена возьмем минус 45 минус 50 даже во закрытым носком давайте круто так здесь у нас что это ни на что не влияет до кухухухухухухухуху смотрите как круто но мне вот кстати птичья голова понравилась прям очень круто смотрится орел из латуни давайте возьмем так тут у нас что Ты не можешь так много седла, от нашей задницы. Кто? Наездник, может быть. Расскажите нам, зачем вот эта вот штука нужна, потому что я вообще не в курсе. Ну давайте за 6 баксов такую возьмем, пусть будет. Так, матрацы. Ну тут мы уже все и так выбирали. Из холчевой ткани, говорят, действительно лучше. Как ни странно. В том плане, что сам материал более износостойкий, так что давайте возьмем холчевую. Вот так вот, пусть будет. Хорошо. Так, внешний вид. Грива, хвост. Ну давайте посмотрим, что тут есть у нас. Я бы длинную взял, кстати говоря. Ее можно перекрасить. Вот так вот сделаем. И хвост так же. Обычный, короткий, длинный и белый. Мне кажется, будет очень стимненько смотреться. Так, уход. Ну, комплекс услуг давайте. Все. Поехали. А, товары для лошади можно еще посмотреть. Ну, тут вроде ничего особенного. Погнали. Ну что, бурбоничий выглядит очень даже круто. Многие еще предлагают лошадей посмотреть в конюшнях. Ну, типа, прикупить. Но я сейчас не вижу в этом смысла. Меня вполне устраивает феба и бурбон. Кто-то говорит, что на карте есть еще одна уникальная лошадь. Вот ее можно будет поискать, но попозже. Ага. Это не то явно. Кстати, тоже пример наглядный. Помните? В самом начале игры здесь даже стен не было. Они только-только возводили стены. Че так? О. Давайте мы поможем. Угу. Видите, друзья, как интересно. Мы просто наблюдали за постройкой этого дома. В какой-то момент пришли, и у нас появился квест, который даже никак на карте не отмещается. Вот это охренительно круто. То есть... Блин, я бесконечно тащусь с этой игрушки. Что бы там кто ни говорил, для меня это однозначно игра года. Я понимаю, что для многих, скорее всего, будет все-таки God of War. Но для меня именно RDR. Вообще бесспорно. Так, а тут у нас что? Тут у нас незнакомец какой-то. Так, а может нам сюда надо было, а не туда. Давайте берем метку. Нет, ну нам явно не сюда надо было. Ну и здесь какой-то незнакомец где-то. Я его не вижу. Стоп, 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 стоп. Так вот он он, да? Об этом подвале шла речь? Да, действительно, смотрите. Кодовый замок. Давайте посмотрим, какой там код должен быть. Так, не то. Зачем ты лошадь зовешь? Сумку открой. Так. 6, 34, 32. Смотрим. А, он сам и так знает. Окей. Видимо, вонь какая-то сильная очень. Так, дай-ка я возьму фонарь, там темно очень. Да, это определенно то самое место. Человеческие черепа, мясо, кости. Газетные вырезки. Нашел мертвого человека. Таинственное убийство. Чего-чего-чего-чего? Грязная игра какая-то. Еще одно тело найдено. Тут у нас что? Тайна реки Монтаны. Интересно. Прям куча-куча газетных вырезок. С этой стороны еще несколько. Пропала девушка. Элиза Блум. Жесть. Письмо. Давайте посмотрим. Письмо редактору. Уважаемый господин редактор. Должен вам сообщить, что я очень обеспокоен тем, как мало внимания ваша газета уделила в августе недавним убийствам, совершенным в наших краях. Злодей, совершивший эти убийства, вне всякого сомнения, обладает недюжим умом, силой и коварством. Он представляет прямую и явную угрозу для всех читателей вашего издания, а также, вероятно, и для его авторов. Я советовал бы вам относиться к нему с тем же уважением, которого он заслуживает. Да поможет нам всем бог. С уважением, обеспокоенный гражданин. Дичь. То есть он еще и письма отправлял. Так, бурбон возьмем. А тут у нас дорогие сигареты. Так. Так, что за карточка? Чемпионы мира. Хорошо. Так, еще одно письмо. Мой милый Эдмонд, что с тобой происходит в последнее время? Наши совместные ужины, которые были для меня огромным удовольствием, теперь полны ужасного напряжения. Порой ты выглядишь усталым, рассеянным. То тебя словно снедает лихорадка. То ты охвачен нервным возбуждением, а временами все это вдруг проявляется одновременно. Ты совершил ошибку, уехав из дома? И хотя я одобрил твое решение отказываться от женитьбы, чтобы провести больше времени со мной, я не думал, что твое общество будет именно таким. Может быть тебе все-таки нужна жена? Твой сосед любизно сообщил мне о твоих появлениях и отлучках из дома в ночное время. Значит ли это, что у тебя есть близкий человек, о котором не ведает твоя мать? Я надеюсь, твой вкус в выборе приятелей за последние годы претерпел изменений к лучшему. Но все же я буду готова ко всему. Я желаю услышать от тебя объяснение всему этому в самое ближайшее время. Твоя любящая и обеспокоенная мать. Постскриптум. Надеюсь, ты как следует ешь, спишь и принимаешь настойку опия, которую дал тебе доктор Финк... Финклз. Так ты хоть немного подлечишь свои нервы. Опа. Интересненько. Доктор Финклз. То есть он вообще чокнутый получается, да? Зашибись, ничего не скажешь. Так, мы ничего здесь не упустили вроде? Жесть, на самом деле. Ее, он еще и скальпы снимал. Чокнутый псих. Япона, мать. Вот это жесть. Посмотрите нож. Давай. Ты пришел для меня? Или это все... Настый сюрприз. Или может быть, это два. Может быть, это настый сюрприз, даже если ты знал, что я был здесь. Что это? Ты должен думать о том. Слабьтесь. Ты должен думать о том, что будет происходить. Сейчас. Я не буду ловить. Это не будет классно. И весело. Я имею в виду, это будет весело для меня. Но это не будет классно для тебя. Так, ублюдок. Жесть, да? Честно признаться, такого я не ожидал. Так, ну он никуда не денется. Давайте осмотрим все здесь. Блин, темно-то как. Взять незнакомца. А нож-то можно забрать? Шляпа. Наша шляпа. Тут я вижу мачете. Нож, видимо, нельзя взять. Окей. Отвезем его к шерифу. Нас вырубило, уже стемнело. Там его нож валяется. Интересно, его можно подобрать? Ой, не бросай. Ладно, пофиг уже. Вот это было натурально крипово. Если бы мы еще ночью сюда приехали, я думаю, было бы вообще очень напряженно. Не, не могу его нож забрать. А жаль. Но это, конечно, жесть. Вот это, конечно, натуральная жесть. Это просто дичь какая-то. Ну, кстати, еще одна записка, видите, в голове торчит. И, ладно, поехали отсюда. Вроде бы я здесь ничего больше не могу прихватить с собой. Наверное, но даже к лучшему. Погнали. Сдадим этого психопата властям. Я их нею! Я их нею! Я их нею! Я, я! надеюсь шериф по ночам не спит давай бурбонище паркуемся ну пойдем я нашел этого парку что ты собираешься какой парку поставь его на флоу и давайте посмотрим этот парк парк ну ну не ничего не хорош много людей уничтожили в последние несколько лет этот сын сын он не в голове это так Поехали. Поехали, я на пляжу. Удачи в шагу на дороге у Казах. Езжай. Ну ладно, Мик. Меня зовут Эдмонд. Эдмонд Лори, Jr. И вы помните это, младше. Конечно, я вам. И ты очень шарный динамик. Я займись, sir. Я займись, как ожидается. Ну, ты лучше. Я получаю твой лошадь. Не волнуйтесь о себе. И ты в этот пляж, начнешь ночь. ёперный театр чего застрелить что я могу да ты чё охренел что ли я тебе жизнь спас ты его застрелил кстати сами так понимаю я хотел сохранить его чтобы повесили а ты его застрелил шериф ну как так то ладно может было стоил может стоило его реально убить просто ну ладно я в принципе то особо награду не рассчитывал получить какую-то ну вот собственно если вам игра дает в руки оружие стреляйте пытаться по-другому что-то реализовать бесполезно вам все равно надо будет либо застрелить либо собственно получится так что вы якобы зафылили обидно обидно я на самом деле надеялся что именно получится его не убивать связать и потом будет какое-то продолжение может на электрический стол бы посадили или повесили где-нибудь было бы я понимаю это странно звучит но было бы интересно увидеть продолжение этого сюжетика маленького и в том плане что интересно было бы увидеть как человека повесили ох ладно обидно обидно что нет такой возможности хорошо у нас тут есть скупщики лошадей друзья я так понимаю им можно как раз таки краденых лошадей толкать давайте попробуем сейчас сделать следующее сейчас конечно темно но я хочу поймать дикую лошадь попробовать отвести ее в конюшню посмотреть сколько там за нее предложат а потом отвести опа стоп 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 какой-то заданец появилась секунду незнакомый человек поехали посмотрим опа что там происходит господа мы занимаемся ну вот они Продолжение следует... имбецилы готов ох идиоты я видимо не в той последовательности их бью потому что говорят они не то оооооо Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Они отвергали его макет! Ха-ха-ха! М… А-хаха-ха-ха-ха-ха! Я… Ура! 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 Да, я думаю, что! Ура! Ура! Плесень! Тихо! Ура! Ура! Мы должны бросить на эти болезни. Сверхони! Медленно! Ура! А, идиоты. Тебя тоже пнуть может, не? Бывают же идиоты на свете. Бурбон, а ты чё здесь делаешь, а? Поехали. Так, а куда мы едем-то? А, лошадей искать. Погнали. Многие, кстати, ещё просили к местному Тесле заехать. Ещё разочек. Давайте так и сделаем. Но сперва с лошадьми разберемся. Хочу проверить. Я думаю, даже сделаем чуть проще. Мы сначала поймаем одну лошадь и сдадим её скупщикам. Потом поймаем ещё одну и попробуем отвезти её в, собственно, этот самый. Это дикие лошади? Или нет? Похоже на то. И попробуем отвезти в конюшню. Но извини, слепец не сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. спак ухо мне кажется так и вообще не успокоить я устал на нее именно запрыгивать видимо надо мне кажется при помощи лассо можно поймать только но увести только уже как сказать приручную лошадь хотя давайте попробуем сейчас на бурбона сесть и таким образом хотя а нет артур автоматически слезает с бурбона а мы ловим лошадь сейчас он по крайней мере сам слез я ничего не делал так хорошо давайте попробуем еще разок пройдемся только по-быстрому ты в порядке М-м-м. так ну что пробуем вы успешно укротили лошадь ну что ж неплохо спокойненько спокойненько так ну что ж хорошо получилось поехали сразу скупщикам ее отвезем посмотрим сколько они нам за нее дадут красивая лошадь извини старик не сейчас мне дела артур ты там все ничего не отобьешь без седла то надеюсь не отобьет так давай энергию установим себе у нас кстати по визе это толком не осталось такой надо будет затариться чем-нибудь другое дело доверия лошади первый уровень замечательным можно и чуть даже погонять теперь классно в первой части просто при помощи лосо было надо ловить лошадей то есть накидываешь веревку и на шею охотник какой-то вот и украшаешь ее таким образом то есть держишь ее не даешь ей высвободиться и все по факту ну потом на нее залезаешь и вторая стадия грубо говоря начинается но это все по-другому работало здесь видите именно надо запрыгивать на лошадь другому никак не может быть на самом деле если у нас было больше сил или что-то в этом духе как-то при помощи лосом могли бы тоже утихомирить лошадь но я вот не в курсе как это делать по крайней мере игра нам не сообщала что такое возможно так что продолжим выполнять это прежним образом да да добрейшая добрейшая посмотрим насколько ты у нас быстро ну не сильно быстрее бурбона может капельку совсем хотя по ощущениям то же самое с фебой естественно даже рядом не стояла не помню за что у нас 5 долларов штраф можно будет его выплатить кстати говоря 5 долларов копейки у нас денег так много что нам в принципе можно не заморачиваться с деньгами ващпи 3000 баксов мне б столько сейчас ващпи м пол спокойно спокойно бурбон успокойся ну тоже привык уже к такому ну так все лошади успокоились давайте посмотрим что у этих джентльменов есть полезного для нас ланкастер старый у него платиновые карманные часы и открытый джин ну вот хорошо этот нам пригодится серебряные карманные часы неплохо ничего особенного конечно сгодится так где еще один у него шляпка какая-то интересная давай возьмем почему бы нет вы нашли особую шляпу эта шляпа добавлена в ваш гардероб и может храниться на вашей лошади особые шляпы светятся когда лежат на земле слушайте а шляпа действительно клевая правда это очень большая поля у нее какие-то огромные но мне нравится сгодится так сказать поехали особая шляпа ничего так эти господа у нас где-то здесь обитают вон они приветики так продать лошадь 10 баксов ну то есть как вы видите это не особо-то прибыльное занятие веселое может быть но не более не вижу смысла в этом 10 баксов на серьезном вот в red dead онлайн это наверное очень даже будет неплохо но здесь это ерунда полная так дичь с тимьяном доедим восстановим наши статусы то есть такое себе вообще бесполезно с нашими то извините деньгами так ну что ж что у нас по заданиям есть профессор заглючила задание как будто бы мы же его выполнили уже альберт мэйсон профессор опять же что тут висит у нас секундочку да найти груза самогона где мы прошли это уже это заглючил квест мэри линтон а это наша бывшая как раз таки шарль шонте это тот самый французик блин как много квестов то у нас а мэри бетт мэтьюз и штраус естественно естественно знаете друзья мне правда что-то не очень охота через другую через всю карту ехать к профессору к тому у которого даже квеста сейчас нет активного я думаю мы это сделаем в следующий раз потому что сейчас у нас есть активные квесты и скорее всего они довольно таки интересные поехали узнаем что у нас с бывшей происходит вообще что там у нее за проблемы вот а как-нибудь потом заглянем к нашему тесле местному потому что ну ладно бы у него квест какой-то хотя бы появился а так квеста даже нет смысла туда ехать я конечно понимаю что там скорее всего что-то произойдет но потом потом реально пол карты чесать следующий раз хочется что-нибудь интересное наконец сегодня видеть ну не то чтобы мы сегодня интересного не видели маньяк-убийца конечно был тот еще фрукт ну насколько я понял независимо от того застрелил бы я его или вот попытался бы его сохранить для повешения на этом квест собственно заканчивается насколько я понимаю если бы я его застрелил мне просто наверно дали бы награду и все где незнакомец местный травник у нас что ли да привет ну а вот смотри мучает у нас ну а вот смотри мучает у нас ну а ты видишь это здесь? американский гинсень возьмите друг друга из не слишком плохого до хартия как бак в нем реально что-то да, ты не найдешь это каждый день это в твоей медицине дай ему немного зип верни мне что-то вы продаете, я не покупаю в любом случае, я не буду использовать все это так что, будьте приятны, помогите себе для чего-то осталось ты оберегайся сейчас там ты идешь спасибо дружок ну про женьшень мы и так в курсе как бы я просто очень много его игнорировал очень часто мы его видели, я его просто игнорил потому что ну травник ну окей очень интересно не особо вот ну ну мы кстати да можем свариться надо б ее себе но я бы на самом деле поохотился и наготовил себе какую-нибудь еды бы хотя она все равно через сумку достается так что смысла в этом нет? не знаю короче пока будем думать охотиться как по мне интереснее в Red Dead Online понимаете? там в этом есть большущий смысл в Red Dead Online это приносит бабки это приносит ресурсы в Red Dead Online очень сложно деньги заработать если вы не заметили ну кто смотрел выпуск так сказать первый взгляд по онлайн режиму или кто был на стриме вы наверное видели что деньги заработать в Red Dead Online очень сложно прям очень ну вот и там охотиться как по мне самое то вот часа на три на четыре прямо уехать куда-то возможно даже с двумя лошадьми загрузить две лошади шкурами, мясом и так далее и вот ехать и это все дело продавать вот там вот валидно а здесь я не вижу в этом смысла ну то есть это чисто для души так сказать да но зачем когда есть онлайн режим и там это более продуктивный род деятельности понимаете более полезный а что такое ахаха окей окей Я думал, нам какие-то полезные сведения предоставят, а он просто спасибо сказал. Ну, спасибо тоже дорогого стоит, как бы. Беглый арестант. Забавно, что это считается хорошим поступком. Не, ну я понимаю, что он может быть ни в чем не виноват, его ложно осудили и всякое такое, но... А вдруг он гребаный маньяк-убийца, а мы его освободили, что в этом хорошего? Вот этот момент меня, на самом деле, с самого начала смущал. Я не очень понимаю, почему это считается автоматически хорошим поступком. Прямо стопроцентно хорошим. Мне кажется, логичнее было бы сначала поинтересоваться, за что он, собственно... Какая-то религия очередная. Пойдем посмотрим. Вот. Если бы в процессе диалога мы узнавали, как бы, виновен он или нет, и после этого делали решение, принимали, тогда да. Ну, не знаю. А как вы думаете, друзья? Нормально вот это или нет? Ну, давай. Так, это очень интересная религия, которая училась к очень умным мастерам, около 100 лет назад, и логичная, не очень далеко от здесь. Позвольте, пожалуйста. Ну, давай. Ну, давай. Ты сделал прекрасный выбор. Это религия безопасности. Религия, сделана от богов, которые понимали, что жизнь является. Не что жизнь может быть, но что это является. Это очень опасно. Но с Челониями, это может быть безопасным. Чешуистый, блин. Забавные ребята. Потом почитаем брошюрку. Так. Повем нашу бывшую отыщу. Узнаем, что там. Ну, французскому нас орёт, ничего себе. Так, ну, на месте. Друзья. Артур! Артур! Абер! 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 Ну, я живу. Так. Абер! Ну, что у вас нужен? Кажется там. Я выйду прямо. Артур! Привет, Марина. Ты пришла. Думаю, когда ты звонишь за меня, я приду. О, Артур. Что происходит? Папа. Тебе? Я больше не думал, чем я даже думал. Я прошу тебя, Артур. Я знаю, что папа не было милым к тебе, но, верно, ты не можешь ненавить человека для того, чтобы любить его дочь, и хотеть лучше для нее, чем... Мне? Чем ты делаешь? Что я делаю? Что я никогда не делаю? Я знаю, ты живешь за твою code. Но твою code, это не право. У тебя, Мария, ты и Джейми, жениться в большинстве кучей, и хипокритикал дядя, и пить, и хоррень, и гамблень. Что это, что у тебя pure life получил? Беги мне за помощь? О, Артур, будь милым. Пожалуйста. Извините. Я... Я должен был спросить друг друга, но... Но я лучший человек, который ты знаешь, с людьми и хорошими людьми. Это не было, что я не любил тебя, Артур. Ты знаешь это. Да, я знаю. О, Артур. Мы были очень молоды. Мы думали, как бы жизнь была другая. Да, я думаю, что это было. Очень много. Все выглядит так много лет назад и далеко. Я не могу, Артур. Я не могу, Артур. Поехали, Дан. Где мы идем? Какой старый патриарх был до сейчас? О, Артур. Ты знаешь, что сарказм находится под тобой. Он был... Гамбли, и пить, и другие вещи. О, дурак. Где мы можем найти его? Он сказал, что он идет к Теодор Экхарт стабель. Что-то, 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 что-то. Он находится под водой в городе, в городе. Который патриарх. Ну, давай. Не будь патриархом, Артур. Это не suit тебя. О, я должен оставить это для дады? О, оставить дады. Он слишком много. Ну, я думаю, что я могу взять это. Нет, Артур. Я должен был уехать с тобой лет назад. Ну, ты не мог. Нет, я не мог. Но... Ну... Ну... Я не знаю. Я не знаю. Он продолжает говорить, что это несправедливо. Человек, и его стоять, и Нестер прямо вокруг на какой-то старой мег. Стоять? Он обычно падает. Артур... Он не всегда был так. Но... Он уже повернулся. Он перенит, и обманывается больше всего. Паунивать вещи с другом и с другом. Почти с плохими людьми. Я просто боюсь для него. Не волнуйся слишком много. Что-то, что-то, мы сделаем это. Это место. Это место. Это место. Это место. Это место. Это место? Повезти из него. Почему? Я сказал, просто уйди отсюда! Слушайте, партнер. Я ждал за девушку. Она хорошая девушка. Она просто уйдет. Если я не ждал за девушку, ты уже исчезла. Но если ты продолжаешь заинтересовать меня, я убил тебя. Я исполняю мою мальчику. Я не имею в виду ничего. Я не имею в виду ничего. Аплодисменты. Мой отец! У меня половина, чтобы убить тебя себе! Папа! О, Папа, пожалуйста, приходи домой. Ты устал, Папа, устал и... Я не имею в виду подобное! Вы уйдете от меня! Вы уходите домой! Я заинтересованно! Уйдите меня. Нужно. Уйдите меня. Извините, партнер. Ты все равно, как я вижу. О, Артур! Он не в порядке. Мы лучше его следуем. Хорошо. Мистер Гиллис. Здесь. Угу. Ну, я-то вижу. Вон он идет. Проболевался и пошел дальше. Артур, давай. Он просто пошел между этими кратами. Угу. Хе, по запаху его не выстрелить, к сожалению. Но идея была хорошая, Артур. Так, ну его здесь нет. Поехали. Ну, я дергай его. Угу. Углубите, успея. Углубите на Qui. Углубите, куда идти по стойке. Углубите, где идти по стойке выстрелы. Углубь. Какой замечательный мужчина. Угу. Интересно, куда он направился, действительно. Шляется по переулкам. Что он делает? Что ты думаешь, что он делает? Ну, он либо ждет за девушку без морозов, либо пытается продать что-то. Итак, Ashton, у тебя деньги? По-моему, он продает что-то. У тебя брошу, мистер Gillis? Да. А вот. А вот деньги. Это красиво. Это фамилия. Угу. Ну, пойдем. Догоните покупателя. О, черт. А, твою мать. Окей. Простите, я бы эта лошадь не была. Так. Какой план действий? У меня же не застрелить его. Черт, лошадь выдыхается. Она же не моя. Ну, давай попробуем. Надо ближе. Да черт, я подери, а. Бурбон. Бурбон. Ты мне нужен. Эта кляча вообще ничего не может. Ладно. Ну-ка. Давай. Оп. Пошла. Урбон. Твою мать. Слишком далеко уже. Доверие лошади. Да не нужно мне этот доверие. Мне нужно повозку остановить. Мать ее. Давай же. А. Почти. Блин, есть какой-нибудь буст для лошади все-таки, а? О! Ну-ка! Выпей это! Ну, точнее, как выпей. Прими! Пошла! Ну-ка, сдрись с ней. Так. Поехали. Простите, я это уже сделал. Так. Вперед, вперед, вперед. Эштон! Тебя Эштон зовут, да? Расслайп булки. Будешь вести себя хорошо, с тобой будет все нормально. Да, знаю. Ты я, Эштон? Ты тот ублюдок, у которого брошь. Мне больше ничего, знаете, не надо. Конечно, конечно. Ну-ка. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Ты че, со мной торговаться решил? Можешь тебя застрелить, просто. Да-да-да-да. Да-да-да. Слышал я такие басни. Поехали. Очень интересно. Хорошо. Платиновая серьга. Морской компас. Серебряный перстень с эмблемой. Серебряные карманные часики. Мешочек с монетками. И еще один мешочек с монетками. Ой, как мы удачно заглянули. Ну, поехали. Я пользуюсь. Ах! Ах! Субтитры делал DimaTorzok 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 Надеюсь мы никого не убьем Ну так спикак... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну а мы с вами увидимся В ближайшее время Пока